Мир вам Мир вам Володя, вещай там себе Мир вам Мир вам Мир вам Не могу найти, сейчас найду где подключать Мир вам 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 М Мир вам 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 Мир Мир вам 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 больше нету накладывать надо как огня бояться она пьеми никогда ни на кого не накладывать никогда а почему да потому что забор высокий а забор это 1 коринфянам 4 глава 5 стих никак не судите прежде времени доколе не придет господь и не осветит сокрытая во мраке тогда каждому будет похвала тогда он судит помышление намерение сердечное кто знает помышление почему это было сделано а а когда расскажут это выглядит тогда совсем по-другому уже вот маленькие рассказики бывают такие никола чудотворец мерликийский ему празднуют два раза в году там мощи обрели кончину а косян косян ему в четыре года один раз когда високосный год он попадает на 29 февраля и теперь уже придумали сказку то они идут оба одеты по-епископски храма то тут у мужика случилась беда застряла лошадь и увязла в грязь тогда никола чудотворец снимает рясу и давай его вытаскивать от горит нет я иду храм чего я буду пачкать это народ понимает вот поэтому господь так и повелел тому два раза за то что помог а это нет но это может считать как народный фольклор поэтому канонизация и она прямо два полюса не то не другое делать нам не разрешено канонизация сплошь идет а сегодня даже торжество православия и начинают анапеву провозглашать кому стенки разину да его нет давно кости сотлели емельки пугачева не емельяну а емельки на почему нет нам-то там если мы так ничем не лучше то их то вот и поэтому надо от этого отрицать а спрашивает а вы когда-то были на вот этом чине я попадал туда но я сразу выхожу чтобы не быть участником нам не заповедано кого-либо проклинать а написано даже врага благословляйте проклинать нам не дано этого права поэтому она прямо засохла вот весь ответ отошел можно еще вопрос по поводу анапеву но то ли патриарх варфоломей константинопольский доля предыдущий до него патриарх как бы первого старшего епископа в православии среди других патриарх и он патриарх снял константинопольский патриарх снял анафемы с католиков это было вот я вот кто-то может что-то сказать потому что сегодня вот получается такая несуразица вот особенно русские православные там где-то в россии начинают вот против католиков и там вот они еретики и так далее вот они до сих пор еретики и вроде как бы никто анафемы снимал ну а если посмотреть то вроде бы и анафемы уже снимались там патриарх константинопольский снимал с них анафемы то есть получается как кто-то там где господь нам повелел вот это снять надевать там анафемы ну ни слова нигде нету идите проповедуйте евангелие они не идут и поэтому занимаются чем не нужно я не признаю этого ничего католиков я не считаю тем за кого их считают не считаю и поэтому с ними никогда не спорю ничего встречают значит по хорошему все они церковь со множеством отступлений они церковь я не делаю ничего больше того что делает патриарх кирилл больше чем алфеев митрополит и ларион меня за это клеймят свои православные ну надо же маленько быть повнимательных своей жизни то вот он называется вселенский у него у вселенского раз может в 50 меньше людей чем у православной русской какой он вселенский то но я могу сказать я патриарх а какой патриарх ну надо маленько то хотя бы взвешивать самого себя он вселенский на то звание одно пустой звук вводящий других заблуждение святой ангел талу сказал мое личное мнение такое я подтверждаю священным писанием никак не в ад не в рай не толкай а просто молись вот сейчас выборы у нас в российской федерации готовится а за кого вы я не за кого я просто молюсь и все откуда я знаю а вот там теперь кому не стоит коммунист это против я четко отвечу потому что это людоеды более разбойной партии не было нигде банда кровопись приходила к власть и все разрушила занять я не угол голосу и никого не призываю а для себя я знаю если они тысячи раз обманули тысячу первый раз обманут им разницы нет но мы молимся и бог так сделает как ему надо ему и даже новому правителю положит на сердце издавать мудрые законы чтобы не преследовали верующих по законам по разным вот весь ответ по поводу добавлю только вот его патриарх на данный на данный день он это варвар полами и да мы знаем его имя вот когда в иерусалиме предыдущий патриарх ирины когда его решили отстранить от патриаршества как а это весь и но этот весь и уже синод иерусалимский решил не все епископа надо стране но теперь чтобы его отстранить одни едут туда куда-то там вред или где-то на фон собираются вместе с этим константинопольским патриархом и и дают ему как бы свое как бы как бы голос отстранить его и все и тогда этот варвар поломей он при всех этих епископов он отстранять его это так вот происходило когда вот этого иеринея отстраняли вот особенно те вот сегодня такая интересная картина вот тех кто там не поминающий они там вроде бы как бы иеринеем разрешил там поминать его как готова патриарха как иерусалимским и уже даже это проезжала патриарха константинопольский варвар поломей они уже там сидели все вместе общались чуть ли не обнимались так что у них там уже даже перемирие и сегодня когда вот и вспоминает еще продолжать этого иеринея это вроде как мученица три акция наша единственный остался немножко так как-то смешно выглядело это все ну вот да ну вы знаете в россии тут был один анадырский восстал один епископ здесь такой знаете как его звать диамид это говорили динамит говорит ну сколько там тонна динамида или полкилограмма дзюбан фамилия его и давай проклинать анафеме придавать весь сенот а потом и всех православных здесь а с него сам сняли а он не подчиняется рукоположил брата единый единолично единственный сам хотя закон гласит первое апостольское правило два или три должны рукополагать родного брата прошло какое-то время я не знаю совсем немного они разделились поврось ну зачем это все нужно тебе зачем это ну папа был был как у венедикт но теперь признали что надо уйти кто-то масона заставили его не знаем мы он ушел моя ежедневно поминаю франциска и венедикта ежедневно и когда были мы нынче в ватикане но не нынче в прошлом году позапрошлым уже получается то я подарил им новые заветы и там еще кажется книги какие-то тому и другому мы каждый день молимся этим я не нарушил волю божию и к этим разговорам кто с кем как сидят обнимается я никогда не расположен и никогда голоса не подавал и дай бог не подавать я только молюсь о них скорблю если бог даст слезы я буду плакать на мне это нужно а если апостол бог сказал значит и патриархам идите по всему миру и проповедуйте евангелие они только-только снимет в кучу собрались да бог скажет дом сей пуст никого нету это просто тени человеческие гробы окрашены и все окажется не так поэтому надо быть очень осторожным осторожность том не приближайся к опасному это опасно судить не знаю иренея много слышал о нем хар самый хороший у меня о нем мнение но настаивать поставить его и прочее приходит ничего не даст а второе ему нужна поддержка молитвенно чтобы смиренно это принял если папа это венедикт принял а почему тебе не принять то он ушел сейчас живет и богославит мы должны разбираться очень хорошо я отвел занятия в университетах сразу пяти но на меня была жалоба очень сильно на епископа на нашего то что я выпустил материал чтобы на русском языке было богослужение в нашей книге к истинному православию сказанным но и о том что верующим нельзя никого убивать то есть там всего три темы было и что все благовествовали епископ грозится батюшку запретить а меня отлучить я сразу всех оповестил как только приказ придет я сразу выйду в коридор я подчинюсь немедленно правильно неправильно мне не надо рассуждать но учить проповедовать в университетах воинских частях милиции там он не властен там я буду вести работу но он воздержался не наложил никакого прещения да воздаст ему господь за милость и в тихий курочкин я считаю нужно быть очень осторожным в этих вопросах бог оставил для себя скрыто во мраке он рядом человек живет с тобой и ты не знаешь и она дверь твоя жена распорядиться своим телом не так как ты хочешь а как она крейсера саната льва толстого потому что до самого близкого человека ручаться нельзя только молись нам дано указание блаженный плачущая что бог услышал и сделал как ему угодно а это может быть тюрьма лагеря подземелья и плен и тогда надо семикратно в день прославлять за суды не за милости не за хороший огород не за виноград а за суды и за все эти майданы богу слава отошел продолжаем книга откровение 22 глава 4 стих и узнать лицо его имя его будет начала их толкование служащие богу в вечности вот от лицо его о лицезрении бога смотри толкование 4 глава 2 стих это великая тайна не видя видеть невидимого интересно еще отметить что и он пишет рабы его служить ему лицо его имя его везде о нем говорится в единственном числе хотя это относится и к богу и армии в этом указание на единосущие троицы я и отец одно евангелие от иоанна 10 глава 3 стих вот бог и агнец не два бога а один лицо которого и узрят правильные имя его будет на челах их начертания имени божия на челах святых мы не раз видели в апокалипсисе смотри 2 глава 17 3 12 14 1 известно что ветхозаветный первосвященник носил на челе своем на кидаре золотую дощечку с надписью святыня господня книга исход 28 глава так имя божие золотыми буквами начертывается на челе уме праведных на их ликах и сердца во всем их существе вопросы по прочитанным здесь нужно понимать не буквально что будет какое-то имя бога будет как бы написано а вот именно на буме правильно да или же знак какой-то будет или им крестики ставит батюшка помазание духом святым вроде как и видимое невидимое на тихонич невидимое это будет имя написано правильно написано золотыми буквами начертывается на челе и в уме в уме имеется ввиду сердце запрещает вторгаться в эту тайну нам дается знать а как ты можешь думать и так и так чтобы не возникло никаких споров все благодарю откровение 22 глава 5 и ночи не будет там и не будут иметь нужды не светильники не в свете солнечном ибо господь бог освещает и и будут царствовать во веки веков первое отсутствие ночи второе исчезновение нужды в естественных светива третье свет божества четвертое освещение им господом спасенных как линза собирает в фокусе лучи падающего на нее света так последние слова апокалиптического видения собирают воедино все лучи божественного света рассеянные в предыдущих словах тайно зрителя как заходящая на западе солнце бросает последний луч уходящему дню исчезает за горизонтом так и этими словами брошен последний луч уходящий тайнозритель с ними и гаснет последнее видение апокалиптический последний раз возрев на вечный свет тайнозритель еще раз добавляет спасенных и будут царствовать во веки веков некогда архангел гавриил возвестил причистой идею что христос будет царствовать на дома и а кого во веки и царство его не будет конца в ангелии руки 1 глава 30 и это всегда исповедует церковь своем символе веры его же царствию не будет конца а праведный бог соделывает царями и священниками будут они царствовать с ним во веки веков на чем будут царствовать цветы и вечности греха или лукавых сил уже не будет чтобы над ними царствовать но будет иное вечное царство славы бог сотворил человека венцом и владыкой мира однако через свое падение человек потерял это блаженное царство проботил всю тварь греху и страдание христос освобождает вселенную от рабства греху и восстанавливает блаженное царство нового мира которым человек вновь обретает свое изначальное назначение царя и владыки и это царство не будет нарушена ничем святые будут царствовать со христом во веки веков ей аминь на этом закончилась последнее видение апокалипсис стихи 22 главы с 6 по 21 представляют собой уже не апокалиптическое видение но послесловие иоанна на земле и находящегося на острове фатмос рядом со своим учеником прохоров далее дается толкование только о андрею кисарийскому так вопросы по прочитанному ночи не будет святильников не будет солнце не будет он и не будет будет господь освящать все понятно кровение 22 глава 6 стих и сказал мне сии слова верные истины и господь бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то чему надлежит быть вскоре толкование верные истины потому что их произносит сама истина указав все виденное и изъясненное как бы через ангела теперь он говорит от своего лица если бог пророков есть христос пославший ангела своего показать рабам своим будущее через ближнего иоанна созерцавшего это видение то очевидно лишь применительно домостроительство апостол говорит впереди что откровение дано сыну ради плоти так как неужели бог пророков который посылает ангелов в качестве служебных духов для открытия рабам своим будущего не знает ни дня и часа кончины и только теперь узнает от отца он имеющий как бог скровенные тайны премудрости и разум от лица его евангелист дальше говорить вопросы откровение 22.7 откровение 22.7 все гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги сей предлагать божественные повеления как бы от своего лица имеют обновения и другие пророки слова гряду скоро указывают или на краткость этой жизни в сравнении с будущей или же на внезапность и строту смерти которая как представление отсюда является концом для каждого и так как неизвестно в какой час приходит гор то и заповедано нам бодрствовать и иметь чресла припоясанными и светильники горящие в ангеле от луки 12.35 жизнью по боге и светить ближним будем поэтому непрестанно сокрушенным сердцем умолять бога избавить нас от гонителей чтобы они чтобы когда они покорят на ангелы принимающие души наши не взяли их неготовыми да не исторнет он подобно льву души моей терзая когда нет избавляющего и спасающего лом 7.3 чтобы душа каждого опутанная узами земных дел и не выносящее разлучение с ним не возвратилась к ним напрасно и и принужденная ангелами по божию повелению оставить их не оплакивала бы бесполезно время которым она пренебрегала но воспевая непрестанно песни давида пиши и немедлил соблюдать заповеди свои слышим награду за их исполнение слова божие войди в радость господина твоего афея 25.21 ним подобает слава отцу со святым духом честь и держава ныне и пресно и во веки веков аминь вопросы по прочитанным откровение 22 глава 8 9 я иван видел и слышал сие когда же услышал и увидел пал к ногам ангела показывающего мне сие чтобы поклониться ему но он сказал мне смотри не делай сего ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей богу поклонись толкование это свойство апостольской души потому что как он сказал евангелие и истинно есть свидетельство его в ангелии атеана 19 35 также и здесь в изложении виденного уверяет что он сам видел и слышал предсказанное показал и благословение ангела раскрывшего видение что он поклонение его не принял и а благоразумно отнес и передал его владыке вопросы по прочитанным теперь любые вопросы и гнадий тихонов у меня вопрос к вам можно у сергея павловича разрешение спроси как как мне избавиться от лени ну как избавиться не кормить тебя и драть каждый день и ты будешь бегать быстро и больше никак кто не хочет трудиться тот и не ешь и павел говорит об этом говорит соломон проходила мимо поля лениво все заросло ограда пошатнулась ну что у него ничего и нету считай бастию крылова стрекоза и муравей наизусть прочитай ленивый он подобен воловьему помету помет знаешь корова оправиться когда такая большая шанга лежит вот он подобен ему у нас коров гонят мимо и корова оправляется я ребятишек выходил и около этой лепешки говорил о том как чтобы не были ленивыми от этого не избавишься просто так а то у тебя крепко сидит но можно не давать тебе есть неделю то и ты начнешь работать все василий другого ответа не будет василий николаевич спасибо христос аллилуйя еще вопросы пожалуйста мир вам братья это роман фроликов спасибо христос вас что позволили вот участвовать я за тебя роман ходатайствовал вчера только перед сергеевым чтоб тебя распечатал спасибо христос вас вопрос у меня вот когда грешник кается господь ему слава ему прощает грешнику но все равно наказывает грешника вот потому что все мы умираем вот и допустим вот как определить когда наказывает а когда испытывает вот допустим у вас Игнатий Тихонович тоже были такие случаи что вот вы хотели там участвовать террористических там ну каких-то действиях да там с советской властью то есть грех как бы с вашей стороны был потом вы покаялись в этом и как вот бог вас наказывал как вы считаете не наказывал за прежние ваши вот эти мысли дела ну вот как было у Савлата он гнал церковь терзал ее написано а дальше дальше его стали гнать и терзать так и у меня я готовился на это самостоятельно отомстить коммунистов за поруганную страну народным мстителем стать а не то что там кого-то грабить а получилось так что господь меня встретил познакомились дал мне евангелие а теперь я пошел мне руки скрутили в морозилку бросили органы 13 дней в морозили меня и вот такой я и есть какой есть крученный верщины скорявой биографии теперь не ты будешь гнать а тебя будут гнать а когда уже в лагерь попал там прямо лагерь смерти называли сколько людей там убито было на допросах и проще но мы пришли уже было легче но меня господь пощадил приехал сразу начальник из города Джамбул а я был в этом в казахском городе Жанатас и мне сказали это приезжал майор КГБ там областной и сказал этого человека не трогать то есть меня они берегли в то же время я и сижу и в то же время берегут это Бог сделал так а разбираться за что где меня Бог наказал я никогда об этом не думаю зачем мне думать все что он дает я с благодарностью целую руку его которая наносит мне врачующие удары такие подробности которые ты задаешь я никогда не заходил зачем это ничего не дает я знаю вот сейчас беда беда просто большая беда я благодарю Бога и смотришь проходит время я даже говорю вот первый раз сидел когда а мне один и говорит охранник вот тебе поп вот тебе семинария здесь а когда через шесть лет снова арестовали а теперь тебе тут академия я подумал здорово сказано и поэтому я могу помочь словом утешения тем кто туда попадает заранее как Солженицын в архипелаге гулаг выходя из тюрьмы сказал благословляю тебя тюрьма ты меня многому научила по книжкам это не узнать я бы мог рассказать небольшой рассказ попутно один журналист хотел узнать что чувствует приговоренный к смертной казни но у него знакомый был начальник тюрьмы он говорит вот я хотел бы узнать как вы сделаете так чтобы меня посадили чтобы все думали что я приговоренный к смерти а я буду маленько через стенку слушать их и там на месяц на один ну он так начальник и сделал но проходит месяц его не вызывают ни на допрос никуда он давай стучать что сиди когда надо тебя расстреляют как ну как тебя за что посадили сюда двойное убийство ты чего придуряешься то ну и дальше а начальник начальника нету он в автокатастрофе катастрофе погиб ну и сказал через два дня открывает ему камеру на расстрел а до этого принесли ему газету напечатано о том что он погиб все некролог там и он когда вышел он полуживой а потом его вместо расстрельного коридора повернули в другое и прямо к начальнику привели и начальник сидит улыбается ну как понял а он у него голова белая понял вот теперь я могу написать нам вот иногда нужна такая припарка чтобы мы понимали о чем лишние вопросы не задавай ян затаус говорит научитесь не задавать вопросы по жизни да а по писанию нет мне вот здесь одна из наших сестер хорошая екатерина а это сказать анастасия она задала вопрос вот там говорите игнати а что он не согрешает разве вот ну начальник я отвечаю не согрешаю в вопросах догматики как я уверовал я взял все готово и мне как отступать от кого считать затаус неправ я заучил это все я учился день и ночь и поэтому в вопросах догматики вера православная мне бог как будто вложил все сразу и пятьдесят пять лет у меня ни один пункт не изменился а как менять это когда я взял не свое а относительно жизни я могу тут и то во время не ошибся то еще где-то не умышленно не умышленно а бывает даже солжешь не умышленно спрашивает сегодня во сколько служба то я не расслышал на час раньше а сказала человек опоздал то есть я солгал ну я не я не расслышал было в шесть а тут сделали в пять по весеннему времени там перевели я говорю так я как как серафим сороский говорит дух святой меня когда оставлял тогда я согрешал но в догматике я абсолютно безукоризненный потому что она не моя это как у коммуниста одного допрашивали и что как я всегда держался курса партии и никогда не колебались он колебался вместе с курсом партии вот все чате вопрос на тихонич вам адресован вопрос пробор человек зачитайте александр пишет александр бережной так что я вопрос это не понял какой вопрос прочитайте прочитайте ну я прочитаю Игнатий Тихонович или Сергей я уже писал но мне плохо понятно у меня плохо и неполноценно растет борода приходится брить очень не нравится и выглядит некрасиво я исповедовался и просил прощения за грехи рода так как у отца и у деда не росло тоже я написал ему ответ ты горшок а он горшечник он таким тебя сделал не нравятся глаза рост не нравится ну кто на локоть может вырасти больше или волос белый сделать черным ты что выдумываешь то какое лекарство вера в бога у тебя веры нет я ему уже отвечал зачем он сейчас время отнимает как ты можешь ну не такая мне не нравятся глаза такие серые у меня а я хочу чтобы были черные там или что-то волос у меня русы а я хочу чтобы был там желтый ну что от этого это не бунта против бога бог сделает так что ты рад будешь как савва его монахи выгнали савва священный святой то и он пошел там по пустыне а там смолиные ямы были он упал в одну из ям кое-как вылез обгорел весь и борода обгорела а борода была хорошая а теперь борода такая клочками кое-где он говорит это специально бог сделал чтобы я не любовался своей бородой то вот так и понимает пускай я говорю ты посмотри вот хо ши мин ну во вьетнаме было тут три волосинки щаплина возьми какая там бороденка то там смотреть не на что то такая маленькая маленькая у него одни волосинки торчат но он ее не трогает другое дело там у какого патриарха она как выглядит а то бог так сделал ты кому противишься то и по этому разговору никогда не надо вести на эту тему или ты подчиняешься или нет а грех или нет грех очень большой блудодейная ересь таких раньше не отпевали ничего хоронили как собак это очень серьезный вопрос я ему все ответил все у меня хорошо до попутного вопроса я так размышляю о бороде о бороде все понятно что это это носит благочестивый характер да никто не оспаривает но есть ли в волосах сила заложенная богом вот мы видим у самсона у него Бог дал ему силу в волосах но у него правда не знаю борода не знаю у него именно была сила в волосах головы а не в бороде я читал некоторых дедов они там все с бородами ходят и причем они вообще тоже не трогают они говорят что в бороде есть сила то есть те кто обрывают тебя они как бы они не существенно недалекими людьми есть ли на самом деле вот в этих волосах сила может быть это для одного для одного человека Бог дал такое это для одного за всю мировую историю а сегодня кроме насекомых там ничего и нету какая у него сила коса мужчина растит волосы это бесчестье для него весь ответ и не надо даже ничего доказывать а он такой куда он жизнь то потратил то его биография какая бабы да пьянка у него никакой биографии то нету у самсона что он делал то пьяный куролесил ворота вырывал да и все доигрался ослепили теперь молол все время он не является примером никаким если хотите брать пример безукоризненный в библии это ездра ездра священник чтец это абсолютно безукоризненный никого не убил как давид никогда чужому богу не поклонялся как соломон и вот три книги три книги он собрал книги ветхого завета вывел народ из плена отстроил стену ни один человек такого не сделал как ездра а православных его даже в святцах нету я думаю почему долго думал думаю что это монахи его за то что он библию дал нам ветхий завет и они его в святцы не пустили ни одного храма нету во имя ездры я уже говорил с вами об этом а в израиле есть самый безукоризненный во всей библии ездра вот это хорошо надо узнать иначе тихонович а вот вы по этому поводу как-то разговаривали со священником по поводу ездра в святцах и он вам сказал что его имя относится к неделе как же их отцов ветхозаветних что ездра нету нету не относятся не надо откройте календарь везде на букву е посмотрите его там нету и никто не знает перечисляют он не канонизирован нету ему ни одного храма нету никогда не крестят нигде ни одного ездры нету православных за две тысячи лет он сказал ну и крести во имя ездра он не будет крестить все я ответил что-то никого нету разошлись все Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович хотела вот спросить но перед Рождеством есть же неделя воспоминания действительно ветхозаветных правоцев и патриархов ездра относится ну и что но ездра не относится к ним конечно относится почему его не включили нету имени ездра у меня самый полный календарь у меня есть старинные старинные там еще до Никоновские и нигде его нету нету я стал думать о чем молиться я понял это дело монахов ну вот возьмите канонизировали за что Герасима его биография какая ну пустынях жил ничего у него нету ну и лев с занозой пришел он занозу вытащил и лев благодарное животное остался с ним он на нем воду возил но когда он умер то лев не мог перенести поднялся и об землю ударился и разбился я говорю у него обратился помогать только один лев и тот самоубийца а Герасим Петрович Павский который большую часть Библии перевел Евангелие от Матфея Псалтырь о нем даже никто и не знает а он профессор духовной академии воспитатель царских детей писал книги для еврейских школ у русских ну такого человека ну можно было хотя бы в памяти оставить как то там блаженным назвать или как за ним ничего не сочистилось никакой беды не было одного Герасима прославили там монастырь есть один монах живет а этот для миллионов людей русскую Библию дал считайте Псалтырь человек непостижимо великих знаний в языках как Хвольсон Данил Аврамович о нем даже и нет ничего канонизировать то надо по спасенным душам взирая на кончину жизни их кто проповедовал а кто больше проповедовал кто собрал кто перевел стали считать над живыми над покойниками это Павский Герасим Петрович и Данил Абрамович Хвольсон крещеный еврей доктор филологического университета там в Лейпциге кажется принявший православие от евреев пришел ну маленько покров Божией Матери покров 14 октября земля покроется снегом а в народе как невеста молится покрой меня женишком ну какие молитвы то все ну а почему не а там вот под Царьградом вот юродивый Андрей там Епифаний они видели Божья Матерь покров никто не видел больше это было в Греции сарацина напали мы на этот праздник были в греческом храме они вообще его не отмечают никак как будто его и не было тогда я говорю если вы отмечаете что спасены почему не отметить день разблокирования войска когда наставили Ленинграда кончилась блокада миллион умерла от голода такой знатный день для русских почему его не отметить было вместо покрова отмечать что разблокирован Сталинград ну что армия Паулиса пала ну можно подойти к жизни то ну что ж то советские то умирали же люди то все а бог же спас то мы же празднуем не людям а богу вот пожалуйста прорыв полностью объединились заблокировали Сталинград почему его не отметить вместо покрова да попутно еще присоединить разблокировку Ленинграда вот это я считаю была бы живая вера как пишет дьякон Кураев мусульмане талантливы религиозно талантливы ох какое слово я вот так и подхватил религиозно талантливы не надо засушенным быть не нарушая канонов но нужно увидеть что там есть для нас сегодняшних экстраполировать события а так все засушено как у старообрядцев уже ряской заросло болото все Екатерина спаси Христос аллилуйя что молчите то а ну вот по поводу католиков еще можно дополнение дополнительный вопрос мы ему мы можем с ними иметь какое-то общение или категорически нельзя потому что вот выступают некоторые священники вот ведь у них есть тоже чему поучиться да у них там много чего благочестие конечно у них на очень плачевном уровне я был там у них я видел но все же у них то можно чему-то поучиться можно что у них алтарь этот вынесен здесь нету маленькая ниша вон там сидит прищищает таблеткой нельзя принимать бритые нельзя принимать разрешили в масона вступать нельзя принимать но остальное то там же богатство то сколько там больше миллиарда людей все отвергают вот я говорю в томске был там анжей это андрей ну познакомились я ему подарил крестному православию так он до того удивлялся это вы сами это все все каноны ну и когда уезжали а заснято у меня все это на видео я подошел под его благословение католических сенс а когда приехал сюда ролик выставлять или не выставлять я давай советуется в общине то ну решил выставить ну 2-3 человека что-то там сказали а больше нет ничего я свободен в этом а почему а кто меня тронет впереди меня патриарх прошел епископы никакого греха нету в любви нет греха еретики еретики кто их назвал еретиками какой собор еретики я разговариваю с григорино-армянами там они говорят а мы это так и не понимаем что монофизит и монофилит и мы верим как вы что он богочеловек был и две воли в нем мне зачем наставить на обратном то мы были в Ереване смотрели как свечи ставят и то у нас не научились ставить правильно мне везде нравится многое что не противоречит главному меня за все долбят потому что я молюсь и мне открыто что можно так сделать вот сейчас молились первые 4 дня канон Андрея Критского я сразу задумался 1200 с лишним лет прошло и стоит засохший канон я вот тщательно разобрал и сказал это канон написан для оглашенных а в храме стоят люди уверовавшие то что считают считать даже нельзя там перечисляют такие грехи о которых даже говорить не надо а мы верующие и поэтому нужно сделать так третья часть покаянный помилуй меня боже помилуй меня это же самое продолжение на русском языке но припев другой должен быть благодарим тебя христе боже наш то есть на ступень благодарности а третью часть считать словословие слава тебе боже наш слава тебе мы так и молимся сейчас написали это все ничего не меняет 204 события библейских так и остались ничего не изменили и выставлены в интернете сколько лет уже стоит никто ничего надо быть религиозно талантливым а почему он написал потому что он Андрей по неразумии будучи архиепископом подписал анафему шестому вселенскому собору и потом только ему господь коснулся и он раскаялся и дезавуировал свою подпись как Давид почему 50-й псалом да потому что отнял чужую жену гарем у себя устроил а мужа убил который его защищал в гвардии его был полковника ну надо же понимать чем вызван этот псалом 50-й то избавь меня от кровей боже мой избавь от кровей а этот написал и написал псалом покаянный покаянный а почему благодарственного нету я переложил на то и другое сегодня мало кто знает про это придет время искать будут я немало не сомневаюсь почему потому что это жизнь надо смотреть на все именно так вот блаженный апеллах 900 лет назад 900 лет патриархии издает книги стоят на полках недавно совсем переиздали я понял это неправильно меняются времена ничего не меняя ничего не выбрасывая убрать только то когда он говорит о старых сектах которых нету сегодня ни донатистов нету ни энкротитов антитринитариев убрать туда поставить сегодняшние секты баптисты писятики мормоны свидетели сторожевой башни отец геннадий вот так и сделал фаст который мы сейчас считаем по нему идем вот так надо делать и кроме того я в этот вот этот который считает сергей ну то на откровение тут я не тронул ничего а там 297 комментариев дал 297 раз подчеркнул что господь призывает изучать писание господь посылает проповедовать вот только два пункта высветил 297 комментариев получилось 900 лет никто не трогал мы издали его 230 репродукции лучшие репродукции событий библейских гестава даре там уже полтора столетия и несместно мы его раскрасили там красота то какая наш трехтомник то и тут же присоединили к толкованию блаженного фепелакта и откровение полный новый завет впервые за 2000 лет вышел вышел у нас здесь в нашем доме это второе здание мы уже раскрасили закладками господь дал примерно из тысячи 600 экземпляров подарить мы проехали по всему миру видели стоят книги у Путина библиотеки библиотеки ленина там уже в разных вот мы показали что господь благословляет это все по благодати оно считается легко разными шрифтами показали жирным где надо ну то есть кто имеет новый завет нашего издания тот увидит подобное издать невозможно они издадут без комментариев они издадут если картины будут брать раскрашены только наши в интернете других нету то есть мы идем совершенно непрохожим путем тот же материал но подаем его в другой обертке отошел это молчание антракт молчание такой долгий а мы вас слушаем ну я ответил все все рахель давай спрашивай ну да все нормально все понятно ну слава христу слава надо научиться бога славить вот эпиграфа у меня взята сейчас 118 псалом 164 стих 118 164 7 кратно в день прославляют тебя за суды правды твоей суды когда нас поносит когда ругают когда болеем когда родственников теряем за суды не за то что у меня хорошо все 7 раз в день ну у нас это 3 святое 100 поклонов каждый раз а утренне вечерние молитвы сюда не входят и получается каждый день тысячу поклонов и настроение совершенно другое бог это допустил поэтому вот то то и то то я не задумываюсь дальше что господь знает я не виноват в этом ехали в машине а машина опрокинулась ну я не я за рулем то при чем тут я ну я это принял остался живой благодарю тебя господи боже мой у меня псалмы то эти сказать припевы то все и касаются нас ну что то тут я гляжу Ксения Юрова чего же молчишь то можно сказать спросить давай сестры добрый день это Василий я тут от мамы у меня не вопрос а предложение такое технического характера многие люди на ютубе так делают и я уже это видел в общем ну подыскать программы надо ну суть такая вот это скайп занятие можно прямым эфиром транслировать на вашем ютуб канале у вас зрителей очень много и я думаю что они ну тоже рады были бы принимать участие просматривая вот сейчас нас в реальном времени в прямом эфире Василий об этом говорили уже ну что то остановился разговор я же не умею это делать я не против но как все хорошо я так изучу этот вопрос и вам подскажу не знаю как не знаю как кто будет чтобы это хорошее дело но как хорошо я на своем скайпе отработаю а вам тогда это как тогда я пароль то не дам как кто поставит я должен ставить я рабочую модель передам вот так и все все объясню ну это можно сделать как то так только уже когда мы окончим или они могут прям сейчас слушать и участвовать там вот начинается во сколько и у вас открывается как будто бы новое видео на вашем канале и на нем будет написано прямой эфир и люди нажимают и нас смотрят все а тут еще такое Сергей Павлович который ведет занятия это он больше там двадцати четырех не может набрать кто приходит он их не принимает или блокирует а я считал до трехсот человек может быть как это так ну только слушатели наверное но с Сергеем Павловичем потом переговорите после занятия то ну как же люди приходят у дверей стоят а их не запускают ну да 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 а тут бы и как раз смотрели а потом после того как заканчивается трансляция эта трансляция превращается в ролик на вашем канале который можно потом в записи смотреть ну обдумайте все чтобы было приемлемо хорошо хорошо вы сайт отобрали которые там потерялись трагедия русской православной церкви мной начитано было это два два сейчас скажу сколько восемь файлов их нету там нету нету просто чистое место у кого они прежний кто закачивал где они я же про них тоже спрашивал я же про них спрашивал когда мне уже досталось в таком виде ну ладно нету нету но может быть где то они и есть они же были как бы они там появились одна кожура осталась там только кожура и была написали а файлы туда и не заливали вот так вот ну видишь как бог дал мне помощников сразу шесть человек сейчас некоторые по стихам выступают набирают у нас 9900 роликов у меня это огромное-огромное я чтобы понять сколько я говорю у Осипова 1700 так у нас они настолько разнообразны с ними даже не сравнишь по всем темам полностью 1265 роликов только на Яна Златоуста получилось 12 томов нашелся человек Хрящков Андрей в Америке и он полностью это все разблокировал сделал ролики и мне высылал я теперь выставляю каждый день жития сумели сделать тут Сергей Новиков вот потрудился но разные люди одновременно шесть помощников бог дал а я 37 лет молился чтобы бог послал помочь сделать известным то что я накопил такое несметное богатство и вот бог услышал и дал геннадий то у меня как-то молитва не идет ум рассыпается вот правильно ее читать умственно или все-таки произносить слова слух вот это слово то боже говорит устами моими прославлю тебя поэтому если вас молчок этот тишина привлекает делайте так вот допустим мы глаза закрываем когда устали и заснули бывает православные стоя спать умеют а серафим короткий говорит если сон к тебе приходит тогда зак закрой глаза где-то открой глаза сон когда приходит у нас наоборот все поэтому нам надо кажется тут снисхождение иметь или научение тебе так можно да а я вот если про себя молюсь а потом смотрю мысли поплыли я тогда начинаю вслух вслух прочитал молитву другую а потом уже все нормально а бывает тогда спать хочу прямо падаю и тогда вслух считаю да громче чтобы слышали вот так Игнатий Тихонович а вот еще вот я это делаю эту семикратную молитву мне пять шесть раз а седьмой раз только один раз получилось никак не добираю как седьмой раз так уже все дома и забота протопопа вакуум надо поучиться он делал три тысячи земных поклонов и рядом Анастасия Марковна стоит говорит ащи ребятежки не пищат то есть когда дети не пищат тогда и она с ним молится земных поклонов когда колени руки и голова лоб касаются земли и полностью встать ну да я делаю все земные поклоны но седьмой раз никак поклоны большое значение имеют а то кто не кланяется а Господь говорит мы знаем чему кланяемся считать евангелие тайна кланяемся и мать сыновей заведевы шла кланяясь его просила а тут ни одного поклона не делается сидят один другого обняли мужики молятся да кто же сидя молился то когда даже перед каким то начальником мы на вытяжку стоим они даже не хотят стоять про них и говорить то неприятно алло алло как слышно у кого то не выключено и не говорит и забивает а извиняюсь я первый раз включил слушаю как у вас идет общение кто может имеет право говорить здравствуйте я первый раз скажет сейчас можете задавать вопросы а ну ладно хорошо спасибо пока вопросов нет я просто слушаю извиняюсь что вклинился у василия черепанова вопрос Игнатий Тихонович а как послушание к Сергею выполнять а почему думать об этом радостно выполнять разумный брат показывает пример тебя вытащил чуть не с того света мороз принял к себе ты сытый обутый одетый не пропускаешь богослужения ты Сергею Павловичу должен быть благодарен обувь ему чистить ну у меня не получается что с этим делать да не получается будешь делать как не получается одно удовольствие это все выдумка что не получается а арестуют когда сразу все будешь делать там да еще присистят каким-нибудь обиженным спать возле параши и будешь каждый день мыть и стирать чужое а я не буду ну не будешь значит кончилась твоя жизнь от параши железяка в башку проломят и все а ты с радостью скажи а меня заставляли меня не заставляли но я примерялся гляжу человек немощный я прямо подхожу давай тебе все постираю я себя этим никак не унизил но если человек это обиженный бывает там изнасилованный ему нельзя никак заранее меня предупредили отец вот этого делать нельзя чтобы он приходил на вашу кровать садился на шконку ну я говорю я не могу его прогнать то ну как вот он ну и мы ему покажем они его за руки за ноги растянули грязные половые тряпкой рот забили и начали его с сапогом к нижней счастью бомбить то ну я давай плакать да выручать его а он на меня то это зароптал его тут же наказали как это карма постигла его научишься не надо выдумывать я не могу что значит не могу то это же не заставляет тебя прыгать как стрелька этот кузнечик ты с радостью бери это дело и все я не могу нужда не заставила тебя лычу есть спаси христос аллилуйя я вот учился когда в техникуме а еды то нету дали два гусяна всю зиму по спичечному коробой ну и хозяйка что делать а скорее у нее из рук она гладит белье я отберу утюг она там за водой я так босиком выскочу отберу ведра принесу а может она мне помидор один даст корова доит я уже подскочил опять что то надо делать и так работу всю взял на себя благословен господь я не могу а ты не отвечу значит не могу все ноги отшибли руки твои скрючила алло можно вопрос один давайте я первый раз сейчас я как говорил Василий меня звать а скажите пожалуйста вот по моему где то написано я плохо в православии разбираюсь я пытаюсь перейти в православие лет двадцать примерно такими у меня есть порывы как бы такие ну дохожу до некого барьера и откатываюсь назад это у меня периодически так скажем обостряется ну вот один такой вопрос как бы так но на вскидку вот есть такие понятия в православии что не сотвори образа когда молишься если я правильно вспоминаю есть такое да и вместе с тем а как это молиться иконе и вместе с этим как бы противоречия в этом усматриваю что-то я тут недопонимаю наверное ну вы недопонимаете главная причина что вы еретиков посещали сектантов и голова ваша уже восприняла их толкование они вам считают двадцатая глава там пятый стих первые четыре стиха исхода исход не дело никакого изображения ни того что на небе вверху что на земле внизу что в воде ниже земли вот они на этом и толкут и вам туда эту занозу черную уже воткнули в мозги а почему на двадцать пятая глава не считается а двадцать пятая гласит сделай изображение изображение это я все читал хорошо спасибо вы меня почему прерываете я я просто читал это я знаю вы меня спросили я отвечаю вы среди моего ответа меня прервали почему прошу прощения бывает такое у меня грех прошу прощения два замещания я разговаривать не буду ни с кем зачем мне это нужно а я вам отвечаю изображение по гречески икон то есть иконы в первом храме иерусалимском построенном соломоном были иконы иконы какие изображения валов двенадцать быков львы были а львы не чистые животные но слава несравненного бога наполнила храм и семьдесят два священника не могли стоять бог воспринял этот храм ну и дальше что говорил соломон теперь навуходоносор его разбивает рушит двадцать пятая вторая паралипоменон теперь строится второй храм после возвращения из плена пророк агей говорит и об этом говорится у языке или сорок первая глава семнадцатый стих записывайте себе христос говорит дом мой домом молитвы наречется дом мой не капище идольское а как стоян написано изображение были резные внутри храма и снаружи от пола до потолка вот какой был иконостас вы это разве не считали то есть это божье повеление а сектантские они стоят как какие идольские капища ничего там нету надписи есть это хорошо изображение должно быть сейчас они делают изображение рисует но не кланяются а никто не заставлять тебя и не будет кланяться икона это священное то что на небе сделано на небе херувимы сделаны теперь люди на небо идут ныне будешь со мной в районе теперь изображение людей есть у нас по образу небесного а у баптистов у других по образу могильного склепа а можно говорить сейчас да говорите спрашивайте говорите а я может неправильно выразился поэтому и вы может неправильно поняли меня я почему вас перебил потому что то что вы говорите я знаю это то есть из информации вопрос был такого типа что как православие говорят когда молишься святые по моему говорили же я читал об этом я точно помню когда не сотвори образа в молитве не сотвори образа и вместе с тем молятся на образ вот икону вот об этом речь вот как бы сначала то что иконы не идолы вот крепко утвердите себе первую мысль иконы не идолы хорошо вот этот первый шаг если прошел я вам доказал другого доказательства не ищите это повеление божие спрашиваем еретиков сектантов баптистов почему у них нет икон уже здесь явно заблуждение а то приходят баптисты и хвалятся а я иконы сжег сжег и ты молодец я говорю а вы знаете что есть прообразы вот мы считаем книги первое царств когда возвращался ковчег из плена жители бьется мис ковчег заглянули заглянули не плевали не били и бог убил пятьдесят тысяч и семьдесят человек за что это что комары сидели какие-то людей пятьдесят тысяч да еще и семьдесят вот поэтому надо понять что такое ковчег ковчег это божья матерь а внутри лежат скрижали скрижали слово божие вначале было слово слово было у бога это были прообразы тень будущих благ сектанты этого ничего не понимают у них нету благодати и истолкования писания нету они не понимают а поэтому мы православные имеем сокровище у нас есть апостолы пророки и в третьих учителя как 1 коринфян 12 28 написано а вот кланяться этого указания нету и мы так должны сказать но да как кланяются вот вопрос другой его надо понять у нас есть первообраз и люди когда кланяются говорят мы не иконе кланяемся а первообразу на нем изображенному на нем изображенному поэтому и в храме так все было а ты скажешь я вот хочу принять православие это не подходит ну не кланяйся но иконы не идолы а то что ты не будешь ходить по стенам там лбом еще бьют ну твое дело не считай за идолом а остальное не подтверждается писанием писания нет чтоб кланяться то и мы должны это прямо сказать православные меня осудят но они ничего не докажут ну хорошо спасибо аллилуйя нужно говорить не спасибо спаси христос я так привык как то но ну хорошо отвыкать это безбожное оно ничего не значит спасибо это мирское в библии нет этих слов а то богу спасибо Игнатий Тихонович а вот ну я понимаю ваш опыт и я с уважением просмотрел ваши вот беседы и с уважением отношусь вообще к вашей жизни а можно как нибудь вот с вами поговорить как бы ну так вот ну когда нибудь вот сегодня ну просто поговорить сейчас мы закончим сейчас закончим да и вы через минут десять заходите я вас приму и побеседуем а ладно хорошо спасибо потому что завтрашний день написано не в наших руках не хвалить завтрашним днем ибо не знаю что он родить тебе экклесиаз говорит двадцать восемь девять там ну и там же молитва мерзость когда не по слову божьей кто потому как вы мы позиция учитель ученик сейчас а я бы хотел ну конечно не могу держать но хотел бы чтобы ну просто поговорить как верующие два человека вот перед богом вот в таком формате если это возможно я уже сказал но у нас все записывается если вы согласны разговор состоится я согласен согласен спасибо и чтобы у вас веб-камера работала глазок был чтобы мы друг друга видели а да я просто сейчас в дороге но я сейчас подъеду домой через десять-пятнадцать минут и позвоню вам ну вот сейчас как раз заканчиваем и вы подойдете и позвоните спасибо большое я очень ценю не спасибо а спаси Христос а спаси Христос нас всех и ваш верующий вот слово проблемы исключите и говорите нерешенный вопрос нерешенный вопрос проблемы проблем не надо это один раз два раза и тебя язык будет говорить правильно проблемы а у меня проблемы собственно вся жизнь проблемы это слово убрать а нужно вместо него поставить правильное слово нерешенный вопрос или а какой ты конфессии какой динаминации нет этих слов под этими словами одно слово стоит ересь встречаясь с кем-то вы должны спросить, а к какой ереси вы относитесь, а не динаминации? Таких слов нету в Библии, это сатана прикрыл. Есть пастор, но пастор такого нету. Пастор это значит еретик. Вообще-то я в баптизм посещал лет 30 с времен Леонида Ильича Брежнева. Но я повторяю, я пытаюсь перейти в православие периодически. Ну, поговорим, Бог даст. Переходить надо, не дожидаясь завтрашнего дня. Вернее, православие на земле пока Бог ничего нам не дал. Оно идет от первых дней. А сектанцы спустя 15 столетий, это не церковь. А то мы церковь. Церковь однажды в Сионской горнице и в доме Корнилия, вторая часть ее для язычников. А сейчас 21 тысяча названий этих еретиков. Динаминации, конфессии. Это обман. Я сам-то не хожу к баптистам, уже больше полгода надо заметить попутно. У меня масса вопросов. Я не могу голову отключить и выкинуть ее просто. Видите, Бог дал ум и сердце, чтобы мы им пользовались. Я так думаю. Вы обращайтесь, знаете, Еремея, возьмите, я взял для себя эпиграфом, 6 глава, 16 стих. Еремея, пророк. Смотрите, пути древних. Да, пути древних. А какие эти древние-то пришли? Древние-то путь апостольский. Я понимаю. Там святые отцы. Ну, хотелось бы детально поговорить. Вы говорите, через минут 15, да, Игнатий Тихонов? Хорошо. Так, ко всем обращаюсь. Если вопросов нет, я отхожу. Есть вопросы, Игнатий Тихонович? Ну, давай, Игнатий Тихонович. Вот, то есть, не только в молитве и на иконе, но и в молитве тоже. Нельзя его, как бы, представлять себе его. Вот как это, важно это, эти слова? Важно, важно. Вот совершает когда литургию, и в это время мы знаем, у сектантов у них хлеб воспоминания, а у нас хлеб превращается в тело руками священника, по благодати Божией. И когда это совершается, бывает так, священнику прямо показано, что это тело, кровь течет. Священник должен прекратить литургию и снова начать служить. И второй раз видит. И дальше сказано так. Теперь можешь продолжать служить, не обращать внимания. У церкви на все вопросы уже решены с первого века. Так, все. А еще вот тоже по поводу молитвы. Когда тоже у святых читал православных, что они говорят, когда вот они долго молятся, там у них сладость в сердце там появляется, вот это вот какие-то там чувствования такие, кайфования какие-то у них там появляются. Это запрещается. Запрещается. Этого ничего не надо напускать на себя. Ты проси у Бога слезной молитвой. Вот это благословляется. Блаженны плащущие, ибо они утешатся. А тот чувствует все, как буддистские монахи. Смотрит на пупок и свою мантру проворачивает. Но они, знаете, как пишут, что этого нельзя желать, а вот как Господь попустит... Так, Роман, я ответил. Дальше не надо подробностей. Этого не делай, не слушай. Все. Ты в эти подробности не входи. Один раз услышал, все. Нам это не надо чувствование. Вот один человек молится, он услаждается молитвой, а другой молится с трудом так сухо. Что дороже перед Богом? Что ценнее? Зато он говорит, то, когда ты просто молишься. У тебя нет никакой услады. Потому что часть награды, когда молишься и услаждаешься, ты уже получил. А тут ты трудишься, молитва не идет, а ты молишься, плащешь. Вот теперь молитва пошла. Труд. Один может горы переставлять, награды никакой не будет. Он ничего пальцами пошевелил. А другой ведро камней домой принес, бабки там куда-то на каменку, получит награду. Труды. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Ну все. Давайте, отпущайтесь. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok